Моя родина в Сибири необъятна велика Как жених, так и богатырь Как невеста, так ягодка Че, сторож? Килограмм куриных лап съел Работничек Ладно, сейчас будет вначале грустная тема Потом автомистичная Итак, смотрим сюда В стране нету земли Я знаю, что меня тоже жалко Итак, идет уничтожение Одного из садовей манджурского абрикоса Он еще не приобрел имя собственное Вот, он просто будет уничтожен На нем было сделано 4 прививки Прививки роскошных абрикосов Все они, 4 мертвы Вот, это ему не повезло Если бы они были живы Эти прививки Выросли за лето А он за 2 года В прошлом году 3 прививки не принял В этом 4 И оказался обречен Но я бы не стал его трогать Ну, представим себе, что у меня еще там 10 соток Пол гектара Ну, и с острова у меня с 5 гектарами Выжгли Точнее сказать, выжгли А здесь Жестокая конкуренция Тут 10 соток И там через дорогу 50 соток Это все, чем я владею Если бы я его оставил Хороший год Это дерево Скажем, ему сейчас 5 лет В 10-летнем возрасте Оно давало бы где-то ветер 15-20 плодов Куда их потом девать? Вы скажете, это семенной фонд России Все у вас, да? У меня семенной фонд всей России Я даже считаю, что на Уссове Спецберген есть Специальное хранилище Вот Для вещей беззлоте Хранятся миллионы Семян И это достоин там храниться Только страна В виде ученого Населения Ничего про это не знает А если говорить точнее То назвал железово-проходимцу Так легче Ничего делать не надо Вот Когда она будет спилена Так Коля, когда полностью от него избавишься Сделаешь это Заведи сюда два Этих самых Тележки с землей Вот оттуда Помнишь, где мы брали? А я покажу как Здесь будет посажено еще два Персика Каким образом? А вот таким Вот здесь персики чувствуют себя плохо Здесь мало солнца Вот Ну что с ними сделаешь Ну еще год-два сохранил Блядь, то у них есть будущее Мало солнца Когда он спилит вот То дерево Там солнца будет больше Разрастется вот этот вот Шикарный Слива Венгерка Вот Она была вот такая Вот смотрите Ну это Которая меня побрезгала Мелкая Я показывал фильм Здесь были плоды Два раза крупнее Вон той Вот Ей тоже будет простор И Вот здесь И вот здесь Мне одеваться некуда Кстати на персик гляньте Здесь будет посажено Когда освободится место Два персика С нового поколения То есть Однолетние сеянцы Вот Сеянцы однолетние у меня феноменальные Я вам все показывал Еще раз покажу Будем считать Что мы с вами Готовимся к зиме Если чем поговорить Буквально вчера я Начал Готовить к зиме Вот этот роскошный Персик Я уже говорил Буду наклонять Начал наклонять Потом Это Чуть привыкнет К такой позе Сюда положу Тяжеленькое Полено Такое Килограмм на 5 Еще прижму Вот это вот Видите Вот это вот Еще сюда Еще буду прижимать Все это потом Закроется Стеклотканью Это из экономии У меня прежде Кривой осталась Стеклоткань И закроется Сверху Уже снегом Вот Вот это удачно Получилось Видите Вот эта веточка Центральная ветка Уже не гнется Ну что ж Сделаем так Смотрите Мне трудно Быть и оператором Вот так Вот так Вот так Видно нет Соберу до кучи И обмотаю Вот Ну что Поговорили А это что такое Что у вас Ребята В рюкзаках Не могу остановиться Примерно 18-19 Ведро Сварога И там у меня Под деревом Ведра 5-10 А те Которые уже сгнили И которые Это я побрезгал Собрать Да и столько Семечек У меня никто Не купит Но процесс Продолжается Вот Ну сварог Это скажем Полукультурный сорт Я его так называю Где-то Вот Мне кажется В таких местах Как Южных краях Я что заметил Чем южнее край Чем южнее край Тем Значит Получается Вкус Лучше Ну вот Уникальный сорт Вот он До Сибири Для нас Ничего особенного Давно уже Сибиряк Это Жигулевская Как видите Да Ветеран Спасибо Бойковой Галине Николаевне Кандидат Наук Многолетний Директор Шушинской ГСС ГСУ Человек Давно Заработавший Бы И лауреатом Стать И Ордена Заработала Вот Такими людьми Надо улицы Называть Вот С такими Фамилиями Как Бойкова Но К сожалению К сожалению К огромному К сожалению А это мы даже Не собираем Антоновка Уже все Брезгуют Антоновка Обыкновенная Еще Антоновка 400 граммов Еще какой-то Интерес представляет А это Уже Так Вот Идем Дальше Обход Получился Вот Сейчас У меня Отсюда Было Куплено Два Персика Сейчас Наплачено Еще За два Персика Вот Они Уедут Посылки Теперь Значит Ну Еще Есть Что Продавать Имейте Ввиду Ну По одному Высылать Я уже Терпения Не хватит А тут Есть Варианты Два И четыре Уже Веселей Идем Дальше Что У нас Ребята В рюкзаках Чтобы Закончить На Оптимистической Ноте Нет Вначале О делах Посмотрите Сюда Про Груши Потом Сюда Смотрите Сюда 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 И Я Не только На словах На словах Я раз Десять Сказал Прекратите Выгребать Из сада Все Что В нем Есть Более Того Знаете Где Семена Вот Отсюда От этих Сладких Груш Это Шикарная Груша Память Яковлева Вот Вон та Груша Сварог Вот Эти яблоки Когда были Достаточно Гнилые С них Взяты Прекрасные Семечки Вы Догадались Какие Правильно Жигулевского Вот Еще Еще Показать Там Там У меня Еще Ведер 20 Было Высыпано Еще В других Местах Есть К чему Я говорю Все Что Находится Под деревом Принадлежит Дерево Страшнейшая Ошибка Невероятная Глупость Ах Страшное Дело Под деревом В снегу В Опавшей Листве В траве В этой В этой Самой Скошенной Зимуют Страшнейшие Звери Которые Деревья Уничтожают Я Хожу По саду Вот Каждый год Вот так Вот делаю Вот так Вот так Это еще Потому что С этих деревьев Упало Частично Осталось По деревьям Я же Не могу Все собрать Невозможно Вот И вот они Деревья Которые Ну никто Не покусился Никто Посмотрите Какие листья Вот Ну эти уже На исходе Это уже Осень Еще через два дня Будет октябрь Посмотрите Ну жара стояла Ну не успели К зиме подготовиться Ну посмотрите Где эти звери Которые Обязательно Уничтожат дерево Если вот тут Не перекопать Всю почву Вы представляете Что я все Это перекопал Представляете Что я все Это перекопал И каждый год А оно еще За месяц-два Зарастает Как там было Написано В этих наставлениях Перекопать Подлопатывать Это же идет 19 века Да и тут Никакой трактор Не залезет А потом Держать Чистоте В черном паре То есть Будет лезть Трава И 3-4 раза За лето Еще тяпкой Проходить Не дай боже Чтоб не травинки Потому что Там Вот тут Звери Страшные Лютые И вот То это Придумал Нанес Такой страшный Ущерб Содоводству Сколько людей Руки опустились Сколько Спин Этих Сказали Да не можем Мы больше Копать Не можем Мы больше Выгребать Выгребать Сжигать 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 Это плодородие Сжигать Все наоборот Мало того Что не трогаю Нет Я еще И добавляю 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 А когда у меня был Еще 22 год С этим диким урожаем Тысяча ведер Я собрал С этих тысячи ведер Все семена Косточки абрикосовые Это только Косточек Абрикосовых Было Тысяча ведер С лишним А сколько Еще осталось И все равно Вся земля Была усеяна Гниющими Абрикосами Плодами И ничего Не случилось Не пострадало Ни одно дерево Не один листик Да что вы это А потом Это Из поколения В поколение Эта дурь Повторяется 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 Люди Караул На Украине Я бы сказал Хлопцы Вы что С глузду Съехали А Вы что С глузду Съехали Разве можно Так обращаться С почвой Там готова Инфраструктура Пол дерева Живет Там под землей Пол дерева Живет Там все Усеяно Эти Там ходы Там Вентиляция Аэрация Канализация Все там Разве можно Перекапывать почву Ах Мы перекопаем Насытим кислородом Дурь Вы угробите Всю инфраструктуру Вы угробите Все капиллярные ходы Все червячные ходы О Видите Мой помощник Повез Сележку С землей Хорошей землей Под персики Но персики Я буду пересаживать Уже весной Вот Так После прикопа А прикоп Мы с вами про прикоп Тоже поговорим Ну что Зря я все это Ну давайте На оптимистической ноте Закончим